Привет, мои хорошие! Сегодня мы с вами дожили до того момента, когда нужно рассказывать о том, как не использовать пассив. Есть такая тема transitive to intransitive, от переходного к непереходному. И сегодня мы с вами начнем вот эту тему с первого подпункта. Я выделила как изменение подлежащего без использования пассива. В нашем курсе перводческом это звучит как changing the subject without using the passives. И там мы учим, что с некоторыми переходными глаголами мы можем использовать подлежащее предложение, не используя пассив. То есть мы не упоминаем и даже не предполагаем наличие какого-то агента. И глаголы, которые позволяют нас поменять это подлежащее на the thing affected by the action, на вещь, над которой происходит действие, производят действие, без использования пассива, называется errogative verbs. Эрегативными глаголами, и по-моему, мы уже о них говорили. Не изменяя подлежащее предложение таким образом, активный переходной глагол, переходный, переходной, становится непереходным. In transitive, допустим, the dog opened the door, собака открыла дверь, это active. The door was opened by the dog, дверь была открыта собака, это пассив, was opened. The door opened, а вот это уже дверь открылась или была открыта, the door opened. Вот opened, это и есть errogative verb, то есть глагол эрегативный. Якобы дверь открылась сама. Вот еще больше примеров эрегативных глаголов, к примеру, the whistle blow. The whistle blew. Почему blow? Блул, вторая форма. Свисток просвистел. The jumper does up at the neck. Свитер подходит под шею. The crack crashed into a post. Машина врезалась в столб. The soup thickened. Суп – загус. То есть сам, правильно? Вот, в принципе, ничего сложного. Завтра, я надеюсь, я смогу вам рассказать о втором подпункте. Это значение этих глаголов, когда они описывают изменения, какие еще есть errogative verbs и так далее. Thank you. Have fun. Отдыхайте.